В своем послании президент выдвинул требования по возвращению уровня инфляции в коридор 4-6%, стабилизации цен и поддержки мелких сельхозпроизводителей. В Шымкенте заключены соглашения с крупными продовольствиями и торговыми сетями по 19 позициям социально значимых продовольственных товаров для достижения ценовой стабильности. Торговым центрам предоставляются возвратные условия. 19 различных социальных продовольственных товаров реализуются по предельным ценам. Ежегодно будет увеличиваться объем средств, выделяемых на стабилизацию цен на товары первой необходимости. Поручено принять меры по координации работы сельхозпроизводителей с оптовыми сетями без посредников. Президент страны отметил, что медицина нуждается в объемном финансировании. Речь идет об инфраструктуре, кадрах и лекарствах. Здравоохранение тоже, я думаю, очень своевременно. Президент поставил вопросы об открытии госпиталя специально для ковидных больных. Также поднял вопрос и о медицинских работников. Ведь если вспомнить прошлое время, ведь согласитесь, здравоохранение находилось на каких-то вот задворках. То есть в самую последнюю очередь, так же, как и об учителях, думали и о медиках. Сейчас, благодаря тому, что президент поднял этот вопрос, мы видим, что сейчас заработная оплата у медиков поднимется. Сейчас уровень уважения, доверия к медицине поднимется. Потому что, если разобраться, ведь фактически медики находились на первом фланге борьбы с этим ужасным заболеванием, как ковид. Все пять приоритетных направлений развития страны, обозначенные в послании, активисты будут разъяснять. В состав пропагандистской группы вошли депутаты, общественники, госслужащие, представители интеллигенции.